Несколько раз в редакцию поступали просьбы разобраться с тем, что происходит в собачьих вольерах недалеко от Звездного. Мол, собаки там мрут от голода, поедают друг друга. Дела никому до этого нет давно. Сколько я хоронила трупов? Штук пять собак я точно похоронила. Потому что лебедевой я звонила. А я что ли должен? Вам я звонила. Вашу собаку когда избила машину. Я приезжаю на вольер, у меня там все какие-то валяются. Бегают маленькие. Илона Карельская, Владимир Татаринцев и Борис Кашеваров оказались здесь не просто так. Все они здесь держат своих собак. Кто-то всего одну, кто несколько. Больше всего собак у Татаринцева. К нему и больше всех претензий. Собаки охотничьи. Держать их в домашних квартирах нецелесообразно. Но вопрос содержания своего четвероногого друга и помощника на совести каждого хозяина. Вольерия, конечно, надо чистить. Он, опять же, добросовестный хозяин чистит. Не добросовестный, не чистит. Но, опять же, какие к ним меры можно принять. Был хозяин, который уехал воевать. А кому-то отдал. Кормить там или еще. Вот, не знаю. Я сам я кидаю, сам поесть. Нет, ну вот видишь, в принципе, на такого хозяина как-то недобросовестный. Он кого-то поручил. Ну, наверное, можно. Насколько это доказательно будет там что-то, что жестоко. Мы свидетели, мы это все видели сейчас. Из разговора с хозяевами становится понятно, что вольеры здесь построены еще в конце 80-х. На них были официально оформлены документы в администрации города. В 90-х перестали платить взнос. Наступила разруха. Мусор, нечищенные дороги, бездомные подброшенные щенки стали здесь обычным явлением. Года два, наверное, назад собрание прошло. Там, ну, Лебедев, он был в свое время председателем общества охотников. Он как бы заместитель был там что-то. Вот Александр, по-моему, себя полномочия, скажем, снял. Вот Лебедев, скажем, подплатил. Ну, я как раз, ну, вроде типа секретаря там что-то. Вот через какое-то время давайте, мол, протокол оформим. Надо в администрацию все-таки подтвердить наши полномочия кооператива. Он сказал, а я вообще не знаю ничего. И денег, типа, и не брал, и ничего там что-то. И вообще, я не председатель там что-то. То есть никто его, не то, что его сняли там каким-то решением, а он сам сказал, я не председатель, ничего. Само устранился. Однако и те, кто озабочен ситуацией в вольерах, и те, кто считают, что и так все нормально, понимают, что нужен председатель, который сможет упорядочить жизнь на этой территории. А то, чтобы был председатель, который будет заниматься и чисткой, и уборкой, и субботники. Как он сам, один будет? Нет, на субботник, на субботник, на субботник собрались, почистили все, убрали. Решили обратиться в администрацию, запросить документы, сделать базу данных всех хозяев вольеров, выбрать председателя. Но, скорее всего, решение этих вопросов затянется до весны. А пока каждый, как может, заботится или не заботится о своих питомцах. Редактор субтитров А.Семкин